можно поверить друзья что мы здесь снимали летом стрит стена здесь интересная очень есть но сегодня видите сегодня у нас все-таки такой более пизажный стрит не не такой городской ну что друзья привет 1 февраля февраль любимый месяц для фотографов немножко я пропал но чуть попозже в трансляции расскажу почему а сегодня у нас стрит несмотря на то что сейчас снег выпал мы едем не не в лес мы едем в центр города даже московский район в общем туда едем и будем снимать стрит может быть я сегодня без везде фото так и но и есть но я надеюсь что мы и так все у нас получится мы найдем какие-то интересные городские ракурсы поскольку стрит фотографии она пользуется популярностью но будем снимать сегодня на высокой чувствительности белый город стрит фотографии друзья мы с вами московском во дворах и много всяких интересных я думаю что мы увидим еще я специально пошел по дворам просвете такие интересные сооружения не характерные для центра города старых сооружения поэтому в них можно всегда найти какие-то объекты для авто узнать что я снимаю часто в арках в различных ну вот здесь такая даже не арка здесь такой просто прогон небольшой который позволяет выйти какой-то здесь видите такое место такое спокойное достаточно ну и калитка главного выбирать какой-то нужный ракурс или сфокусироваться на чем-то например вот на этом дереве атрибут таких районов обязательный это такие бабушки которые сидят на лавочке и обсуждают какие-то сложности проблемы ну это тоже свой такой колорит я хочу вас спросить обязательно имеете ли вы свое мнение по поводу тому что первый ракурс который вы видите объект наиболее верно я считаю что это так именно объекты находят фотографа мастера и поэтому сегодня первый кадр который сделал этого дерева когда увидел как раз 100 с того ракурса который я только что обнаружил посмотрите мое видео пять принципов пейзажа там несколько серий можете выбрать любой или пять типов которые я обозначил ну или посмотрите плейлист моя основа пейзажной фотографии они относятся не только к пейзажной фотографии но в том числе и любой фотографии стрит-жанра пейзажной фотографии любой непостановочной фотографии которая занимается фавионыч вот так я говорю все в меру снег снег надо есть если даже едят дети то надо обязательно в меру есть я сам ел снег так что если чистый снег почему вы его не поесть если вас горло не болит это же нормально смотрите какие здесь елки голубые чем необычные голубые посмотрите мы сейчас пройдем с вами может быть получится найти это дерево пусть и не получится значит мне придется применить вертикальное видео потому что за моей спиной очень интересная кладка и видите на ней находится береза мы про это записывали много раз это дерево номер один который проставит даже через камни а друзья здесь шумно вертолета летают но надеюсь мы сейчас даже может поймаем его в кадр я пока пытаюсь найти это дерево не знаю что у меня из этого выйдет но надеюсь что получится что-то ведь и тут какие вертокрылые летают может стать вертокрыльные оказалось здесь очень много деревьев интересных которые я с удовольствием бы снял если бы нашел какой-то ракурс но поскольку здесь очень много людей ходит немножко меня это не смущает но слишком много лишнего объектов но тем не менее что-то получилось в общем как вы поняли трафик здесь большой очень много машин шумно очень поэтому здесь чего-то так разумительного я не снимал но на параллельной улице по моему новоизмайловске я снимал уникальное дерево это было года два назад если получится мы туда доберемся она как человек достаточно интересно я снимал айфоном возможно мы сможем его если найдем снять по-другому я наугад почти практически вышел встреча меньше людей больше старых зданий классических этих хрущевок и вот судя по всему я где-то нахожусь недалеко от того места где мне нужно я уж не знаю по какой причине ветер надо будет задувать но я не включал ветрозащиту мне она не нравится принципиально кроме той который я делал специально ну могу сказать что настроение резко улучшилось потому что все получилось мы сейчас попробуем наугад выйти на пятна на это дерево который я нашел как-то точно это было в октябре месяце или в ноябре сейчас посмотрим что с ним стало зимой ну а тебя могу добавить поскольку я был на автомобиле я не стал часа объявлять и смотреть что у меня было фотографии по геолокации хотя снимал айфона можно было найти я решил наугад эти приблизительно я нахожусь вот в километре но в пол километре от этой высотной башни от ленинского проспекта и я помню что это было вот на этой части разделительный не знаю насколько здесь вот огромные лиственницы сзади меня но дерево на самом деле похоже на человека поэтому ну будем возвращаться тогда так друзья вот случай до дерево находится явно дальше пойдем возвращаться но смотрите за заднем сейчас выходит солнце и вот зачем нам нужна бленда который я с собой ношу и эта штука очень нужна потому что вот как раз из-за того что здание находится вот за мной видите ничь меняет канал контровой свет поэтому нужно абсолютно необходимо бленда бленда позволяет снять вам это без засветки какие-то боковых особенно если оптика не очень хорошие так друзья мне уже стало казаться что это было на гагарина улице они на новоизмайловском поэтому сомнения начинают когда доливать ну надо их отсрочить ну я тут заодно подснял очень интересные обрубки можно сказать деревьев которые превратились тоже в какие-то силуэтах ну и минимальная линия соответственно минимализм стиль который достаточно популярен и во фликере в том числе ну и посмотрим что из этого получится в общем сомнения меня не обманули друзьям покажу что это такое чтобы вы понимали из какой стороны с какого ракурса я снимал сейчас попробовал сделать другого ракурса на свою смену хотел сказать сигму но я думаю что вы поймете о чем речь по сложность составляет в том что мне у меня портретное фокусное расстояние я снимал айфоном потому что мне сигма не хватило в этот раз я попробовал снять с дороги поскольку свет сегодня есть а тогда было это вечером ну что сейчас из этого выйдет не знаю ракурса конечно имеет значение это дерево интересны тем что с разных ракурсов разные силуэты такое часто встречается в арте поэтому если вы занимаетесь файна там обращайте внимание на такие деревья обязательно так друзья решил двигаться по этой вдоль дороги параллельной на вызвалась но по собственному самому этому парку небольшому потому что мне не нравится вот такая огромная здесь береза опять очень красивая с нижней точки совершенно фантастически вы если смотрели мое видео где я вылазил вылазил и снимал вот с этой точки я думаю что вам понравится и такие березы конечно они сегодня я это не буду делать наверное да но я вам рекомендую такие ракурсы применять с вот этой классической березы которые корявые называть по разному сейчас прошел снег поэтому здесь есть где разгуляться тем более солнце сейчас уже ну не высоко хотя день прибавился тем не менее ракурсов можно огромное количество даже не выходя из города ну слушайте здесь все великолепно здесь и дубы причем скрученные большие дубы поэтому пока есть у меня время я решил дойти ну практически от московской я шел и сейчас пойдем в сторону фунзецкой то есть по карте кажется большое расстояние там километра 3-4 может 5 не знаю но поверьте что когда погода хорошая это можно сделать ну если конечно не по трассе идти чешется здесь попадаются даже лыжники судя по тому что я увидел друзья мне идти очень далеко просто очень-очень далеко поэтому я даже начал сомневаться может быть мне имеет смысл ускориться и пересесть на транспорт ну посмотрим вы должны этот видеть свет который вышел и мне пришлось даже вернуться потому что когда одеваешь полярик эта дорожка вся начинается светиться белым абсолютно белым светом я не знаю сзади видно суток отравой свет в общем силуэты очень контрастный я закрылся на семерке на большой чувствительности посмотрите что из этого будем делать монотонной может быть даже колорки друзья мои я нашел еще интересные арт-объекты хорошо что мы здесь пошли это не люди посмотрите какая интересная штуковина сейчас мы будем искать ракурс с двумя сосульками вот такие диодные фонари которые надеюсь будет видно останется только найти правильный ракурс чтобы это выглядело как некое какое-то существо но друзья мои посмотрите в обратную сторону какая невероятная сегодня контрастная погода это фантастическое попробую не выключаю вас сделать пару кадров увидите это будет на сигме сделано при контровом свете у меня большая чувствительность я сейчас быстренько уберу чувствительность поставлю ее на 250 видите солнце заходит полярик у меня настроен поэтому семерка конечно хорошо но можно и открыться попробовать сделать такой кадр можно вертикально попробовать сделать кадр кстати здесь красивое дерево достаточно да сегодня определенно друзья мои удачный день ну и для вас тоже потому что у меня что есть груши в лесу кто не смотрел мое видео в зимнем лесу вот такие груши абсолютно необходимая вещь ну и конечно F-STOP с которым мы сегодня двигаемся это бруклинов стоп в который все помещается все все входит все получается всегда который уже во многих местах побывал если вы смотрите мое видео вот смотрите какое место я нашел тоже кстати это часто делал я еще в детстве такие объекты снимал при разных освещениях с разных точек вы можете выбрать любую практически освещенность чтобы выбрать какое-то освещение ну и найти что-то итак друзья какие же выводы из сегодняшнего похода который еще не завершился но поскольку у меня осталась одна батарея я в кратские итоги подвигну во-первых батарейки держите в тепле я сегодня их не держал в тепле поэтому они сняли поменьше кадров чем должны были во-вторых пользуйтесь контрастным освещением вот было видно что солнце выходит поэтому я быстро переключился вернулся если только заметили какой-то интересную свет который внезапно появляется тут же возвращайтесь на это место не ищите где-то другое потому что второго шанса быть не может час за мной кстати тоже я прохожу ветви как будто они как руки да но как только вы это видите если видите что фон подобающий если можете сильно открыться ну с чем я сегодня столкнулся я поднял чувствительность поскольку было темно поэтому когда я находил такие быстрые кадры и открывался у меня пересвет соответственно я даже закрыться ничего не мог hd-фильтр нет ни вариант это не мой вариант поэтому я быстренько меняю чувствительность поэтому пользуйтесь вручными настройками или приоритетами я всегда пользуюсь приоритетом диафрагмы и вам тоже советую этим режимом пользоваться он контролирует контролирует глубину резкости ну и соответственно рисунок вашего фотографии арт-фотографии которая была сегодня своего ночи ну вот мы добрались почти до фрунзенской сложно поверить что вот сзади меня вот эти тумбочки я снимал здесь летом грибы в арте с нижней точки без когда видоискатели еще ну вот береза до девятого этажа вообще редко встретишь а реальный мы в в в в Продолжение следует...